приветствую вас на своем канале сегодняшнем видео я вам хочу показать как делать вот такую замечательную куколку вяжется она довольно таки быстро легко и просто украшена она как вы видите вот такими вот различными меленькими детальками как браслетик платьюшка то есть одета она в босоножки вот такие балеточки балеточки у нас несъемные единственная деталь которая не снимается платье снимается трусики снимаются то есть все в принципе снимается я заплела дело волосики из ниточек заплела и хвостик вы можете оставить распущенные то есть в принципе все опять же на ваше усмотрение длина волос как вы их будете делать тоже опять же таки на ваше усмотрение почему потому что можно вставить вот такими локонами сделать то есть именно непосредственно пучками вставить можно сделать волосы только посерединке прикрепив их точно также можно сделать трессы какие-то но честно говоря если будете использовать прессы то скорее всего что вам придется связать какой-то головной убор которым вы закроете остальную часть которая не будет у вас с волосами то есть свою часть без тресса вот итак кому конечно же понравилось не забывайте поставить лайк и начинаем с вами вязать вместе для вязания нам понадобится пряжа я буду использовать чистый хлопок от фирмы alize серия белла различных цветов то есть телесный для самой куколки основы и цветной для одежды которой буду украшать куколку возможно вам понадобится белые цвета голубые то есть принципе любые цвета которые вы хотите чтобы была одета ваша куколка возможно я по ходу вязания буду менять какие-то цвета но неизменным остается телесный цвет и затем уже на ваше усмотрение любые цвета по желанию одежды теперь нам понадобится крючок я взяла под свою пряжу 175 небольшой кусочек нам понадобится белого картона ножнички и наполнять я буду холофайбером вот такие вот силиконизированные шарики гипоаллергенный наполнитель для детских игрушек также можете использовать для волос трессы либо какую-то дополнительную пряжу которая будет у вас более вьющиеся какие-нибудь кудряшки либо наоборот это будет ровная пряжа расслоеная то есть толстая как бы ну можете использовать принципе любую но желательно возьмите не шерстяную не полушерстяную а такую вот более акриловую либо микрофибру то есть вот такую вот пряжу вот вы ее потом можете расслоить и в дети для волосиков вот тут уже конечно как будет играть ваша фантазия потому что в интернете я посмотрела очень много есть способов пришивания волос это как трессы так и из обычной пряжи я видела ленточные волосы то есть из ленточки сделаны вот там уже вы будете смотреть на свое усмотрение длину фиксировать и в принципе украшать на любой вкус возможно вам понадобятся ленточки какие-нибудь пуговички бусинки в общем принципе все чем вы сможете задекорировать вашу куколку то есть зависимости от возраста ребенка вы уже смотрите и подбираете различные бусинки пуговички и так далее начнем мы вязание с головы поэтому захватываем краешек ниточки большим и указательным пальчиком затем их хватываем вокруг указательного пальчика ниточку и нас получилась вот такая вот петелечка теперь зажимаем рабочую ниточку вводим крючок под ниточку петелечку и теперь захватываем вот так вот два раза рабочую ниточку и у нас получилась заключительная петля, в которой мы закрепили кольцо амигуруми. Теперь в это колечко нам нужно набрать 6 столбиков без накида. Начинаем набирать первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Придерживаем крайнюю петельку на крючке и за короткий краешек ниточки стягиваем колечком. Стягиваем плотненько, чтобы у нас не было в серединке дырочки. Вот у нас первый ряд связан. Теперь мы будем в каждом ряду прибавлять по 6 столбиков без накида, тем самым увеличивая объем вот этого вот кружочка. Смотрите, находим первую петельку над первым столбиком без накида, вводим крючок и теперь вот этот короткий краешек ниточки я хочу параллельно завязать с вязанием, чтобы мне его потом не прятать. Я беру, кладу его на крючок, захватываю рабочую ниточку и провязываю сюда первый столбик без накида. И еще раз сюда же провязываю второй столбик без накида. Каждую последующую петлю из 5 оставшихся я буду вязать по 2 столбика без накида, то есть делаю прибавление. Первую петлю мы сделали прибавление, теперь делаем во вторую петлю 2 столбика без накида, третью петлю 2 столбика без накида, четвертую петлю 2 столбика без накида, пятую петлю 2 столбика без накида И в последнюю оставшуюся шестую петельку вяжу последнее прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. В конце второго ряда у нас по кругу связано 12 столбиков. Или вы можете посчитать по вот этим боковым петелькам. 12 петелек в конце второго ряда. Теперь нам нужно взять ниточки кусочек контрастного цвета, другого любого. И будем отмечать ей начало каждого последующего ряда для того, чтобы не считать количество петель. Теперь отметив начало ряда, в третьем ряду мы будем чередовать 1 столбик без накида прибавление. То есть в первую петельку мы вяжем 1 столбик без накида, а во вторую петельку вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. В третью петлю вяжем столбик без накида, а в четвертую петлю 2 столбика без накида. В пятую петлю столбик без накида, в шестую петлю два столбика без накида, в седьмую петлю столбик, в восьмую петлю два столбика, в девятую петлю столбик, в десятую петлю вяжем прибавление два столбика, в одиннадцатую петлю столбик и в последнюю двенадцатую петлю вяжем последнее шестое прибавление в этом ряду. У меня немножечко ниточка раздваивается, поэтому если вы вдруг увидели, что у вас тоже ниточка раздваивается, не спешите провязывать следующий столбик, лучше вернитесь на немножечко назад и перевяжите этот столбик, чтобы у вас не получилось разделенная ниточка и вдруг она вам потом испортит вид игрушки, либо наоборот где-то прибавит вам лишний столбик. Поэтому обращайте на это внимание, в конце третьего ряда у нас добавилось 6 столбиков, поэтому у нас 18 петелек или 18 провязанных столбиков по кругу. Переносим ниточку, нашу маркер, в начало четвертого ряда и будем сейчас снова добавлять 6 столбиков в ряду, поэтому будем чередовать в первую петлю столбик, во вторую петлю столбик, а в третью делать прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, вяжем в первую петлю столбик, во вторую петлю второй столбик, а в третью петлю вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик 1, столбик 2, а в третий столбик вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик 1, столбик 2 и в третий столбик вяжем 2 столбика без накида в одну петлю, то есть вяжем прибавление. Итак, мы будем вязать прибавления, чередуя столбик-столбик-прибавления 6 раз в ряду, то есть до нашей отметочки начала следующего ряда. Вот сюда. И каждый у нас ряд будет заканчиваться прибавлением. То есть вот я вяжу пятое прибавление, столбик-столбик-прибавление, и последний раз я вяжу первый столбик, второй столбик и прибавление. Вот вы видите, я провязала последнее шестое прибавление в ряду, и у меня получился уже здесь отметочка начала следующего ряда маркер. В конце четвертого ряда у нас 24 столбика провязаны по кругу. Переносим наш маркер или нашу отметочку начала ряда в начало пятого ряда, и теперь будем чередовать уже 3 столбика в каждую петлю 3 раза по столбику, и в четвертую петлю будем вязать прибавление. Первый столбик в первую петлю, второй столбик во вторую петлю, третий столбик в третью петлю, и в четвертую петлю вяжем прибавление. Итак, в каждую четвертую петлю в этом ряду будем вязать прибавление. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, а в четвертую петлю прибавление. И так вяжем до конца ряда 6 раз, заканчивая пятый ряд прибавлением. И в конце пятого ряда у нас, прибавив 6 столбиков, получается 30 столбиков по кругу, либо 30 петель. Сможете вы после провязывания до конца, в общем, провязываете пятый ряд и пересчитать количество столбиков для того, чтобы у вас шло ровное прибавление, равномерное, не вязание. Вы как бы себя проверите, чтобы у вас все четко и хорошо совпадало. Итак, довязываем 6 раз прибавление и затем приступим к вязанию уже шестого ряда. Делали последнее шестое прибавление, переносим маркер в начало следующего ряда, пересчитали у вас 30 столбиков, значит ряд провязан правильно. И все, что вы вязали до этого, все точно так же правильно. Теперь в шестом ряду мы будем сейчас чередовать 4 уже столбика, подряд вязать по столбику и делать прибавление в каждую пятую петельку. Вяжем в первую петельку столбик, во вторую петельку второй столбик, в третью петельку третий столбик, в четвертую четвертый, а в пятую петельку вяжем 2 столбика без накида, то есть три прибавления. Первый раз связали, снова столбик 1, в следующую петлю столбик 2, в следующую столбик 3, в следующую столбик 4, а в пятую петлю вяжем 2 столбика без накида, сюда же. Связали 2 прибавления, довяжите самостоятельно до конца. Получается еще 4 раза по 4 столбика без накида прибавления и в конце шестого ряда у нас по кругу будет 36 столбиков без накида. Переносим отметку маркера на начало седьмого ряда и теперь будем чередовать уже 5 столбиков без накида и в каждую шестую петельку вязать прибавления, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, вяжем в первую петельку первый столбик, во вторую петельку второй столбик, в третью петельку третий, в четвертую четвертый и в пятую петельку пятый столбик, а в шестую вяжем прибавления 2 столбика без накида в одну петлю. И в каждую шестую петлю мы будем в седьмом ряду делать прибавление, то есть вязать по 2 столбика без накида. И в конце седьмого ряда у нас по кругу получается 42 столбика без накида. Переносим маркер в начало восьмого ряда и в восьмом ряду мы будем уже чередовать 6 столбиков без накида и в каждую седьмую петлю ряда делать прибавление. В первую петельку вяжем первый столбик, во вторую петлю второй, в третью третий, в четвертую четвертый, в пятую пятую, в пятый и в шестую шестой. А в седьмую петельку вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, чередуем до конца ряда 6 столбиков без накида и делаем в каждую седьмую петлю прибавление. При этом у нас добавится еще 6 столбиков и в конце получится 48 столбиков без накида. Ряд довязан до конца, переносим отметку маркер наш в начало девятого ряда и теперь добавим еще один столбик между прибавлениями. Будем чередовать уже 7 столбиков без накида и восьмую петельку вязать прибавление. Над первым столбиком предыдущего ряда вяжем первый столбик, затем в следующую петлю второй, в следующую третий столбик, в следующую четвертый, в следующую пятый, далее шестой столбик и седьмой столбик. А в восьмую петельку вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, будем чередовать до конца девятого ряда 7 столбиков без накида в каждую петельку по столбику. В восьмую петлю вяжем прибавление и в конце девятого ряда у нас получится по кругу 54 столбика без накида. Перенесли маркер в начало десятого ряда и теперь будем чередовать, добавив еще один столбик между прибавлениями, поэтому будем чередовать 8 столбиков без накида и в каждую петлю девятую делать прибавление. Поэтому над первым столбиком предыдущего ряда вяжем первый столбик, затем над следующий второй, далее третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой столбик. Связали 8 столбиков подряд каждую петельку по столбику, а в девятую петельку вяжем уже прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Мы, довязав до конца десятого ряда, расширим диаметр нашего кружочка до 60 петелек по кругу, либо 60 столбиков без накида по кругу. Поэтому продолжаем чередовать 8 столбиков без накида прибавления, 8 столбиков без накида прибавления. И это будет последний ряд прибавлений, которые мы будем вязать для диаметра головы куколки. Итак, довязываю я седьмой и восьмой столбик, а далее в девятую петельку вяжу прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. И так до конца ряда. Последнее прибавление связано. И теперь нам нужно, начиная с 11 ряда, вязать 60 оставшиеся столбиков по кругу без прибавления. То есть, смотрите, с 11 по 20 ряд это 10 рядочков, то есть, начиная с первой петельки до последней, это первый ряд, затем второй, третий и так далее. То есть, сейчас, в принципе, можете использовать спички, палочки, счетчики рядов, то есть, для того, чтобы нам просто отсчитать 10 рядочков. Я буду, например, всегда я так делаю, отмечаю начало ряда, то есть, вот она, моя первая петелька, я вяжу в нее первый столбик, а затем, опираясь от первой петельки, вот здесь от маркера, просто вяжу вверх по спирали и отсчитываю 10 рядочков. Мне так удобно, я никогда не использую там никакие счетчики, палочки, галочки и так далее. То есть, просто сейчас нам нужно, начиная с 11 по 20 ряд, 10 рядочков, провязать по кругу 60 столбиков без накида в каждом ряду. Итак, находим первую петельку и вяжем первый столбик, следующую петлю, второй столбик, следующую петлю, третий столбик, следующую, четвертый, далее пятый, шестой, седьмой. Восьмой, девятый, и по идее сейчас у нас десятую петельку должно было быть прибавление, как вы видите, но мы вяжем всего лишь одну петельку, далее вяжем следующую петельку, каждую петлю по одному столбику. Мы сейчас прибавление перестали делать, то есть, сейчас мы набираем просто высоту нашей головы. Мы сделали расширение, то есть, как донышко шапочки, и сейчас вяжем без изменения, набирая высоту нашей головы. Продолжаем вязать самостоятельно 10 рядочков. Мы уже половину первого ряда практически связали вместе, и я думаю, что здесь никакого особого труда не составит связать самостоятельно вверх 10 рядочков. Связали высоту из 10 рядочков, переносим маркер в начало 21 ряда и будем теперь вязать убавление. Убавление мы будем чередовать через 8 столбиков, то есть, начиная с первой петельки, отсчитываем каждую петельку по столбику, так 8 раз. Итак, первая петелька, первый столбик, вторая петелька, второй столбик, третий, третий, четвертый, 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 далее пятый, шестой, седьмой и восьмой. Теперь мы будем делать убавление. Убавление можно сделать двумя способами. Мы берем 9-ю, 10-ю петельку и вытаскиваем вот такие вот петельки, то есть, рабочую ниточку захватываем в 9-ю петлю, вытаскиваем и, не провязывая столбик, сразу же ныряем в 10-ю. Из 10-ой достаем такую же петельку и делаем общую вершинку. Вот такой первый способ, но я буду делать вторым, тайным способом. Я буду захватывать только передние полупетли, вот 9-го и 10-го столбика. Я захватываю 9-го столбика, переднюю петельку, только, смотрите, задняя остается, и 10-ю полупетельку, переднюю. У меня на крючке 3 петли. Затем, захватывая рабочую ниточку, пропускаю сквозь 2 петли на крючке, рабочую ниточку захватываю сквозь 2 оставшиеся петли. То есть, как бы вяжу за передние 2 полупетли столбик без накида. Итак, я сделала первое убавление, так нам нужно провязать 6 раз, чередуя 8 столбиков убавления, 8 столбиков убавления. Находим первый столбик после убавления, то есть 11-ю петлю, в нее вяжем столбик, в следующую петлю вяжем второй столбик, в следующую. Третий, далее четвертый, пятый, шестой, седьмой, поворачиваем наше вязание, удобным нам моментом, и восьмой. Теперь, захватываем 9-й и 10-й столбик, только передние стеночки. На крючке у нас 3 петли. Пропускаем рабочую нить сквозь 2 первые петли на крючке, а затем довязываем сквозь вторые 2 петли. Так сделали второе убавление. Так вяжем до конца ряда, чередуя 8 столбиков убавления. Хотите, можете вязать первым способом убавления, с общей вершиной 2 полупетли. Если вам удобно так, то, пожалуйста, вяжите. Если удобно моим способом, вяжите моим способом. Продолжаем чередовать до конца ряда 8 столбиков убавления. Мы связали в конце ряда последнее шестое убавление, и в конце 21-го ряда у нас по кругу осталось 54 столбика без накида, благодаря нашим убавлениям. Теперь переносим маркер в начало 22-го ряда, в начале 22-го ряда. Мы будем вязать уже 7 столбиков без накида, и 8-й и 9-й провязывать за передние стеночки, то есть делать убавление. Итак, находим первую петельку, отсчитываем первый столбик, во вторую петлю второй, далее третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Теперь 8-й и 9-й захватываем только передние полупетельки, и вяжем столбик без накида, то есть пропускаем сквозь 2 петельки на крючке, и затем сквозь оставшиеся 2 петельки на крючке рабочую ниточку. Так вяжем тоже 6 раз, чередуя 7 столбиков, первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Снова делаем убавление за передние полупетельки, захватываем, продеваем сквозь первые 2 петельки на крючке, провязываем рабочую ниточку, а затем сквозь оставшиеся 2 петли на крючке провязываем рабочую ниточку. Еще 4 раза чередуем 7 столбиков убавления, тем самым в ряду убавив 6 раз по петельке, у нас останется в конце 22-го ряда 48 столбиков по кругу. Довязав 22-й ряд, переносим наш маркер в начало 23-го ряда, и теперь будем чередовать уже 6 столбиков без накида и делать убавления. Начиная с первого столбика, отчитываем 6 столбиков без накида подряд, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Седьмой и восьмой столбик захватываем только передние полупетли и делаем убавление, провязывая сначала 2 петельки на крючке, а затем вторые 2 петельки на крючке. Довязываем снова 6 столбиков, 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и 6. А теперь седьмой и восьмой захватываем только передние полупетли и провязываем второе убавление. Так нам нужно довязать еще 4 раза, чередуя 6 столбиков убавлений. В конце 23-го ряда у нас останется по кругу 42 столбика без накида. Довязали из шестого убавления и переносим маркер в начало 24-го ряда. В 24-м ряду мы снова уберем 1 столбик без накида между убавлениями, поэтому будем чередовать уже 5 столбиков без накида и делать убавления. Находим первый столбик, в него вяжем первый столбик, затем второй, третий, четвертый и пятый. Затем шестую и седьмую полупетельку захватываем и делаем первое убавление. Теперь снова отсчитываем 5 столбиков. Первый столбик, далее второй столбик, далее третий, четвертый и пятый. И шестой и седьмой столбик захватываем, передние полупетельки делаем второе убавление. Так нам нужно прочередовать еще 4 раза 5 столбиков без накида и сделать еще 4 убавления. И у нас в конце 24-го ряда получится по кругу уже 36 столбиков без накида до отметочки начала маркера. Теперь переносим маркер в начало 25-го ряда и снова забираем 1 столбик между убавлениями. Теперь мы будем чередовать уже 4 столбика без накида и делать убавления. Находим первую петельку, первый столбик и вяжем первый столбик этого ряда. Первый столбик, следующий петель, второй, далее третий и четвертый. А пятую и шестую полупетельки захватываем и делаем убавление. Снова чередуем 4 столбика убавления, 4 столбика убавления и так еще чередуем, довязываем второе убавление, третий и четвертый столбик делаем второе убавление и еще так 4 раза. И получится в конце 25-го ряда у нас будет провязано 30 столбиков по кругу, то есть 36 было в предыдущем, еще снова 6 убавили. 30 столбиков по кругу и вяжем до конца ряда, чередуя 4 столбика убавления. Довязали ряд до конца, теперь вытаскиваем маркер и привыкните немного крайнюю петельку, которая у нас на крючке. Чтобы нам сейчас ниточка не распустилась, последняя вот эта петелька, и нужно наполнить вот это отверстие. То есть мы сейчас начинаем наполнять голову максимально плотно вниз и не до конца наполняйте, то есть вот по где-то второй ряд сверху, чтобы нам было удобно довязывать до конца голову. То есть сейчас наполняем максимально распределяя во все стороны наш наполнитель, чтобы нам было удобно затем донаполнить просто голову. И в общем практически наша голова уже готова. После того, как наполнили голову, придали ей уже форму такую вот кругленькую, теперь отмечаем начало следующего ряда и подтягиваем крайнюю петельку на крючок. Находим первую петельку, теперь снова заберем мы один столбик между убавлениями, поэтому будем чередовать в 26-м ряду уже 3 столбика без накида и делать лишь убавление. Первый столбик в первую петлю, затем во вторую петлю второй столбик и в третью петлю третий столбик. Затем делаем четвертую и пятую полупетлю, захватываем, делаем убавление. Я как всегда за передней стеночки захватываю, делаю убавление. Это первое убавление. Далее снова 3 столбика, вяжем подряд по столбику в каждую петлю и затем делаем второе убавление в этом ряду. Точно так же продолжаем вязать до конца ряда, чередуя 3 столбика без накида, убавление. И в конце 26 ряда у нас уже по кругу останется 24 столбика без накида. Довязав ряд, переносим маркер в начало 27 ряда. В 27 ряду мы будем чередовать уже 2 столбика без накида и делать убавление. Находим первую петельку, вяжем первый столбик, в следующую вяжем второй столбик. И третью и четвертую передние полупетельки захватываем, делаем первое убавление. Затем снова первый столбик, за ним второй столбик в следующую петлю и делаем второе убавление. Так будем чередовать 2 столбика без накида, убавление до конца 27 ряда. И в конце у нас должно получиться 18 столбиков без накида по кругу. Сделали 6 убавление в этом ряду. Теперь привытаскиваем снова петельку и вытаскиваем нашу ниточку маркер. Снова нам нужно сейчас наполнить вот это отверстие, для того чтобы было удобно наполнять в дальнейшем. И сейчас наполняем максимально. Но опять же придерживать, чтобы нам не пришлось наполнитель, не до самого-самого конца наполняйте. То есть вот это отверстие, которое пустое, наполните хорошо, пораспределяйте наполнитель вот так вот во все стороны. И лишь после этого мы продолжим вязать уже заключительные 2 ряда. Наполнили, затем поставили маркер начала 28 ряда и вяжем 28 ряд, чередуя 1 столбик без накида и делая убавление. Вяжем первую петельку, первый столбик и он будет у нас единственный. Затем сразу делаем убавление. Захватываем вторую и третью передние полупетли и вяжем убавление. Снова столбик, убавление, столбик, убавление. Так нам нужно прочередовать 6 раз до конца этого ряда, чтобы у нас по кругу всего лишь осталось 12 петелек. Я сделала уже второе убавление, далее чередую столбик, убавление, третий раз и так далее. Все 6 раз и затем останется у нас всего лишь один рядочек, который свяжется еще проще, чем 28 вот этот ряд. Итак, продолжаем чередовать столбик, убавление, столбик, убавление. Довязали 6 убавление и сейчас я маркер вытаскивать не буду, так как 29 самый заключительный ряд у нас будет самый простой выполнений. И я думаю, что в принципе можно маркер было бы привытащить, но чтобы не сбиться, объясняя вам, я решила его пока не вытаскивать. Привытяньте вот эту петельку и еще раз последний, раз самый-самый последний, наполните максимально. Если вы наполняли очень туго, то в принципе у вас здесь уже должно просто приподняться наполнитель и никаких отверстий пустых не остаться. Вот у меня осталось последнее маленькое такое вот отверстие. Я в него наполнила вот здесь вот наполнитель свой холлофайбер и сейчас буду вязать 29 ряд. 29 ряд это 6 убавлений подряд. То есть находим первую, вторую, передние полупетельки и сразу же без каких-либо столбиков вяжем первое убавление. Затем находим третью и четвертую петельку и сразу же вяжем второе убавление. Далее находим пятую и шестую петельку, вяжем сразу же третье убавление. То есть мы сейчас с вами делаем подряд просто 6 убавлений без чередования столбик-убавлений. Теперь следующие две полупетли берем, захватываем. Вот так вот находим аккуратненько, не захватывая наполнитель, потому что его потом очень тяжело будет убрать с вязаного полотна. Еще в следующую пару берем две полупетли. Это у меня уже получается сейчас пятые две полупетли. И последние остались. Последняя пара. Вот она 11 и 12 полустолбик. И вяжу последнее шестое убавление. Теперь, смотрите, связав убавление, у нас осталось отверстие из 6 столбиков без накида. Можно, в принципе, так это отверстие и оставить. То есть наполнитель через него не вытащится и здесь у нас будет пришиваться шея. Но так как я не люблю вот такие вот оставлять краешки, то немножечко привыть антиниточку и обрежьте где-то на расстоянии 10 сантиметров. И вот этот кончик вам нужно спрятать, вдеть в иголочку. После того, как вдели в иголочку, находим передние полупетельки. Вот они у нас, каждая из шести петелек. И начинаем их нанизывать. Только передние петельки. Можете через один, через два. То есть, в принципе, суть такова, что вам нужно вот эту ниточку как бы нанизать по кругу и продеть сквозь оставшиеся вот эти вот петельки в отверстии. И теперь, после того, как вы нанизали, стягиваете хорошо нанизанные петельки вот так вот на ниточке. Смотрите, у нас стянулось отверстие, получилось довольно-таки аккуратно и красиво. И вам осталось лишь только продеть сквозь вязание буквально несколькими стежками оставшуюся ниточку для того, чтобы спрятать и закрепить вот этот кончик. Вот. Ниточка тон-тон, поэтому, я думаю, у вас не составит такого сильного труда ее спрятать. И вот этот оставшийся краешек можно просто вплотную под самую-самую вот эту вот низушку ниточки отрезать. У нас получилась вот такая замечательная голова. Теперь приступим к рукам. Поэтому берем ниточку телесного цвета, снова делаем колечко амигуруми, закрепляем его. И в кольцо набираем такие же 6 столбиков без накида, как и на голову. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку на крючке, стягиваем наше колечко очень плотненько. Теперь, провязав первый ряд, я буду во втором ряду ввязывать вот этот краешек ниточки. Поэтому мы вводим крючок в первую петельку и кладем на нее краешек вот этой ниточки оставшейся. И вяжем в первую петельку 2 столбика без накида. И в каждую из оставшихся 5 петелек по краю вяжем по прибавлению по 2 столбика без накида в каждую петлю. Первую мы связали, далее вяжем во вторую, далее вяжем в третью 2 столбика, в четвертую петлю 2 столбика, в пятую петлю 2 столбика и в последнюю крайнюю шестую петлю. Вяжем тоже 2 столбика. Прибавив в каждую петельку по столбику, у нас получилось в конце второго ряда 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы будем чередовать, вязав 5 столбиков без накида в каждую петлю под столбику 5 раз и делаем в шестую петлю прибавочку. И так 2 раза. Вяжем в первую петельку столбик первый, но перед тем как вязать я вам предлагаю вот этот краешек ниточки, он уже у нас связанный, передвинуть вот так вот на лицевую сторону, отметив те в самом начале третьего ряда. Итак, в первую петельку вяжем первый столбик, во вторую петельку вяжем второй столбик, в третью петельку вяжем третий столбик, в четвертую четвертый и в пятую петельку пятый столбик. Немножечко ваше вязание выкручивается вот так вот полукружочком, но все так и должно быть, поэтому все хорошо. В шестую петельку вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну шестую петлю. Первый столбик вяжем и сюда же второй столбик. Повторяем. 5 столбиков без накида подряд. Первый столбик в первую петельку, второй столбик в вторую петельку, третий столбик в третью, далее четвертый, пятый. А в последнюю петельку, вот здесь шестую, мы вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Мы сделаем прибавление. Тем самым, прибавив в третьем ряду 2 столбика, у нас получилось по кругу 14 столбиков без накида. Теперь мы берем снова наш маркер, отметочку начала ряда, это нейтральную ниточку берем, отмечаем начало четвертого ряда и будем вязать с четвертого по десятый ряд, то есть четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, семь рядочков. Вот эти образовавшиеся после третьего ряда 14 столбиков по кругу, то есть сейчас вяжем 7 рядочков по 14 столбиков по кругу. Находим первую петельку в нее, вяжем столбик без накида, во вторую петельку столбик без накида, в третью и так далее, то есть в каждую петельку вяжем по столбику. Хотите, можете отмечать начало каждого ряда, хотите, можете отметить начало первого ряда, ну то есть четвертого подсчета от начала, а отсчитывать 7 рядочков от отметочки маркера четвертого ряда, либо же можете использовать счетчик рядов, либо галочки, палочки и так далее. То есть вяжем 7 рядочков столбиками без накида, в каждую петельку по столбику до начала, скажем, убавления. Если так быть откровенно, то до начала убавления. У нас это самая расширенная часть, как бы кисть, и вот кисть мы вяжем расширенной, поэтому высоту кисти мы сейчас вяжем. Связали высоту кисти из 7 рядочков, теперь вытаскиваем наш маркер, он нам пока не нужен, чтобы не мешал, и привытаскиваем крайнюю петельку. Сейчас нам нужно немножечко, совсем немножечко, для того, чтобы сделать более такую вот объемную кисть, нужно вот сюда вот наполнить немного наполнителя. А затем будем делать убавления, и вот на том этапе у нас не получится наполнить кисть, поэтому мы сделаем сейчас, немножечко наполним, а затем начнем делать убавления для вот этой части запястья. После того, как наполнили, подтягиваем крайнюю петельку и отмечаем начало следующего ряда. По счету это у нас сейчас 11 ряд, и мы начинаем вязать убавления, чередуя 5 столбиков без накида, а затем 6-7 делаем убавления. Итак, находим первую петельку, вяжем первый столбик, придерживаем наполнитель, чтобы не вытаскивался второй столбик, в следующую петельку третий столбик, в следующую четвертый и в следующую пятый. Затем вяжем 6-7 полупетельку, захватываем, делаем убавления. И еще раз повторим, 5 столбиков в первую петельку, первый столбик, далее в следующую второй столбик, в следующую третий столбик, в следующую четвертый и в следующую пятый. И вот перед окончанием ряда у нас остается еще 2 петельки. И мы сделаем второе убавление в этом ряду. Захватываем 2 передние полупетли вот этих столбиков оставшихся и вяжем убавлением. После убавления у нас осталось по кругу 12 столбиков без накида. И вот сейчас нам нужно перенести вот эту отметочку начала ряда в следующий, уже по счету 12 ряд. И теперь, начиная с 12 по 35 ряд, то есть 12, 13, 14, 15 и так далее, по 35 ряд нам нужно вязать по 12 столбиков в каждом ряду. То есть в каждую петельку вяжем всего лишь по одному столбику 12 рядочков. Просто продолжаем вязать ровным вязанием, как бы нашу ручку вверх, 24 ряда. То есть если мы посчитаем с 12 по 35 ряд, это 24 ряда. Я, как всегда, отмечаю начало первого ряда, а затем, опираясь от первого ряда, буду отсчитывать вверх 25 рядочков. Я думаю, что с этим вы справитесь. Просто в каждую петельку вяжем по одному столбику без накида 24 ряда вверх. По ходу вязания можно немножечко наполнителем наполнять ручку, придавая ей такой вот небольшой, не набитый, а такой вот мягенький объемчик. После того, как связали 24 ряда, последний раз наполняем. И хотите, переносите маркер в начало ряда, хотите, в принципе, просто просчитайте. Нам сейчас нужно сделать 6 убавлений подряд. То есть находим первую, вторую полупетельку, захватываем и вяжем первое убавление. Затем третью и четвертую. Захватываем передние петельки и делаем второе убавление. Далее захватываем пятую и шестую полупетельку, делаем третье убавление. Седьмую, восьмую полупетельку, четвертое убавление. Девятую, десятую, пятое убавление. И последнюю, одиннадцатую, двенадцатую петельку, шестое убавление. Все, сделали 6 убавлений. А теперь нам нужно вот эту ниточку немножечко привытянуть, оставить для пришивания ручки. Отрезать основную рабочую нить. Вот так вот привыкните, приподтяните. И маркер можно теперь уже вытащить окончательно. Казалось бы, в принципе, ручку можно оставить и так. Но, честно говоря, мне сюда не хватает большого пальчика. Поэтому я предлагаю вам связать большой пальчик еще к ручке. Берем ниточку такого же телесного цвета и делаем кольцо амигуруми. Захватываем большим указательным пальчиком, обматываем вокруг указательного. Вяжем колечко, как всегда, 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем колечко. Стягиваем плотненько, как всегда. И находим первую петельку. Мы всегда вязали во втором ряду 6 прибавлений. Но в этом случае мы будем вязать просто 2 ряда по 6 столбиков без накида в каждом ряду. То есть находим первую петельку. Я, как всегда, завязываю краешек параллельно. Но при этом я вяжу в первую петельку всего лишь 1 столбик без накида. Затем нахожу следующую петельку и вяжу второй столбик без накида. В третью петельку я вяжу третий столбик. В четвертую петельку я вяжу четвертый столбик. В пятую, пятый столбик. И в шестой, шестой столбик. Второй ряд у нас связан. И осталось точно так же провязать третий ряд. Поэтому я отсчитываю просто 6 столбиков. Первый столбик. Далее второй столбик. Далее третий столбик. Далее четвертый. Далее пятый столбик третьего ряда. И последний, шестой столбик третьего ряда. Делаю в первую петельку четвертого ряда соединительный столбик. И вытаскиваю ниточку. Оставляю где-то сантиметров 10-12 для пришивания. Коротенькую вот эту ниточку, так как я ее заправила, уже могу отрезать. Она мне больше не нужна. Вот такой маленький пальчик у меня получился. На ручку большой получается вот такой пальчик. То есть теперь получается законченная такая вот ручка кукольная. Нам останется только пальчик к ней пришить. И связать точно такую же вторую ручку и второй вот такой точно пальчик. Поэтому вяжите вторую ручку, второй пальчик. И до встречи во второй части, где мы продолжим вязать куколку. И до встречи во второй части, где мы продолжим вязать куколку. КОНЕЦ